Добрый день, дорогие коллеги! Начинается независимая секция неотложной терапии, которая проводится с сотрудниками кафедры внутренних болезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова. И фактически первый доклад, который я буду представлять, он достаточно серьезный, и доклад посвящен профилактике развития хронической сердечной недостаточности. Ситуация на современном этапе поведения больных СН достаточно сложная, прогноз серьезный. Если вспомнить, как в 2015 году известные международные имени кардиолога Бромвальд Эджи на Евроконгрессе сказал, что несмотря на значительное достижение в лечении многих сердечно-сосудистых заболеваний, хроническая сердечная недостаточность остается исключением. Частота ее растет, отмечено только незначительное улучшение выживаемости пациентов. И действительно, назначение тройной нейрогуморальной терапии с включением ингибиторов АПФ или сортанов, или группы ОРНИ, плюс бета-блокаторы, плюс антагонистный минерал кортикоидных рецепторов приводит к снижению риска сердечно-сосудистой смерти всего на 45% у больных с низкой фракцией выброса левого желудочка. Поэтому очевидно, что легче предотвратить развитие хронической сердечной недостаточности, чем лечить. И если посмотреть на представленный сердечно-сосудистым континумом, в основе которого лежат факторы риска, всем известные артериальная гипертония, нарушение липидного, углеводного обмена, то этот континум демонстрирует, что поражение сначала на клеточном уровне, в виде развития эндотелиальной дисфункции, в дальнейшем с поражением органов мишени развивается инсульт мозговой, развивается инфаркт миокарда, после инфаркта миокарда гибнут кардиомиоциты, развивается процесс ремоделирования сердца, дилетации желудочков, хроническая сердечная недостаточность, вплоть до терминального состояния. Но после инфаркта миокарда могут развиваться аритмии, которые не только могут вызывать эмбологенные инсульты, но и тоже приводить к внезапной смерти и развитию сердечной недостаточности. Современные подходы говорят о том, что в России проблема артериальной гипертонии сохраняет свою актуальность по-прежнему, сохраняется низкая осведомленность пациентов о своем заболевании, низкая комплоентность, отсутствие повсеместной доступности к квалифицированной медицинской помощи, качественного обследования и современных препаратов. Так, если популяция в целом составляет 100%, то распространенность в среднем 44%, а в старших возрастных группах, в старше 65 лет, это уже 60-70%, и вот именно лечение получают 50%, лечится 50%, но из 50% только 25% приблизительно достигают целевых значений, что очень важно в достижении органопротекции. Если вы посмотрите следующую картину, то она демонстрирует, что наряду с развитием, прогрессирует так называемый феномен раннего сосудистого старения. И наряду это сопровождается клиническим поражением оргами шеи, оргами шеи, сердечно-сосудистыми осложнительными. Если вы посмотрите, справа вверху представлено в возрастном аспекте развитие сосудистого старения. лица с ранним сосудистым старением достигают, вот верхняя кривая красная, его сокращение, достигают этим этапом раньше, чем в среднем по популяции, а лица со сверхнормальным медленным старением сосудов остаются защищенными в течение длительного периода времени. И обратите внимание, если соблюдается принцип здорового образа жизни, то фактически большинство пациентов сохраняет жизненную активность. Но вот нижний, представленный, если наоборот не соблюдается здоровый образ жизни, то раннее старение, ранней инвентаризации, ранний прогноз. Основными причинами развития хронической сердечной недостаточности в Российской Федерации состоит из артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. Остальные нозологии в меньшей степени. И поэтому главная наша задача, конечно, это борьба с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца. Сердечная недостаточность, которая проявляется с основными клиническими признаками, как одышка, утомляемость, задержка жидкости. И вот что хотелось бы подчеркнуть, что риск смерти с небольшим клиническим проявлением уже составляет 5-10% в год. Но если выражены представленные симптомы, то смертность достигает 30-40%. Очень прогноз серьезный и актуально введение больных с указанной патологией артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. И главная задача введения этих больных, конечно, здоровый образ жизни, которого включают 4 пункта. Это отказ от курения. Второй пункт здорового образа жизни ограничение употребления алкоголя, принимать как лекарство до 20 мг в сутки. Но если есть приверженность к проводимой терапии, то нет никаких рекомендаций в этом пункте. Ограничение потребления соли и регулярно аэробной нагрузки, ходьба 30-40 минут 3-5 раз в неделю. Показатели приверженности к здоровому образу жизни в России достаточно скромны. И вы посмотрите, что в общем-то они неутешительны, что высокая приверженность у 22%, удовлетворительная это 35%, низкая 44%. То есть не соблюдается рекомендации, которые врачами, пациентам, которые находятся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Всем известен тот факт, что избыточная активация ренина и гидроцина и эллистероновой системы вызывает различные сердечно-сосудистые заболевания и осложнения, изменения. И вы видите на рисунке, что это начиная с артериальной гипертонии, развитие атеросклероза на фоне эндотериальной дисфункции, развитие гипертрофии левого желудочка, а это уже однозначено плохой признак как для сердечно-сосудистых патологий, как для сердечно-сосудистых, так и для мозговой, инфаркт, миокарда, инзульт и моделирование сердца, дисфункции левого желудочка с развитием ХСН. И все эти проявления можно реализировать, если своевременно назначить блокады и не ангидостеронную систему, в частности назначить сартаны, которые по своим эффектам уже доказали мощный такой протективный эффект, орган протективный, нормализующий артериальное давление. Восемь сартанов зарегистрированы у нас в стране. Наибольшую грубо представляют гетерциклические сартаны, из них бифениловые тетрозолы, олмистартан, лазартан, как самый первый из всех препаратов, гандосартан, наиболее изученный, и ирбисартан. Не бифениловые тетрозолы, представленные телмисартаном, не бифениловые не тетрозолы, и просантал, и азилсартан, и не гетерциклический сартан, вальсатан, которые имеют каждую из них доказательную базу с применением к тому или иному клиническому случаю, и мы постараемся разобраться, все они одинаковые. Хотелось бы еще отметить следующее, что антигипертензивный эффект сортанов был доказан на 354 исследованиях, 40 тысяч больных по лечению артериальной гимназии и наибольшее снижение среднесуточного артериального давления было получено в результате этого анализа на сортанах. Кроме антигипертензивного эффекта, обращать на себя внимание, что сортаны очень хорошо переносятся. Вы посмотрите, частота побочных эффектов 0%, то есть безопасность очень высокая. И на фоне этого еще хотелось бы напомнить, что самая высокая приверженность в этой группе препаратов к лечению артериальной гимназии даже через 4 года преимущество остается за сортанами. А вот не все сортаны одинаковые, их делят по силе связывания с АТ1-рецепторами. Если посмотрите, то самый мощный в этом плане имеет 4 участка связанных с АТ1-рецепторами, это Олмисартан и Кандесартан. То есть препараты, которые дают какие-то больше преимущества в эффектах. И вот первое же исследование, которое продемонстрировали, что исследование Трофи, что обратили внимание на предгипертонию. И фактически вот у нас это не считается гипертонической болезнью. Но в Америке посмотрите, это уже не гипертония, артериальная гипертония первой степени. Но высокое нормальное давление уже в исследованиях продемонстрировало, что риск развития сердечно-сосудистых осложнений там уже достоверный. И вот назначение Кандесартана при предгипертонии показало, что через 2 года риск развития артериальной гипертонии снижался уже на 60-60%. Это очень значимые такие достаточно серьезные показатели. Антигипертензивный эффект, результат проведенного мета-анализа демонстрирует, что Кандесартан из представленных Лазартан, Эрберсартан, Бальсартан обладает более высоким эффектом антигипертензивным. Кроме того, было продемонстрировано на этом препарате, что обладает свойствами улучшения углеводного обмена. Так, на фоне приема Кандесартан уменьшает инсулинцию и уменьшает еще глюкозопламу. По сравнению с Лазартаном, сравнительный антигипертензивный препарат. Кроме того, самые важные результаты исследований, которые были получены и продемонстрировали, что можно сердечно-сосудистый риск уменьшить. И вот этот большой такой шведский регистр, который включал анализ 14 тысяч больных, продемонстрировал, что Кандесартан достоверно, по сравнению с Лазартаном, снижал риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 14-40%. А вот этот же регистр демонстрирует, что профилактика развития хронической сердечной недостаточности на Кандесартане достоверно была меньше и составляла 36%, при этом уменьшались на приеме Кандесартана аритмии на 20%, мерцательной аритмии на 22% и заболеваний периферических сосудов на 39%. Остальные показатели хронической БС, инфаркт, миокарда, инсульт имели тенденцию к улучшению этих состояний. Кроме того, было продемонстрировано, что Кандесартан уменьшает гипертрофию левого желудочка в больной с артериальной гипертонией. Причем исследование проводилось достаточно на большую популяцию, больше 4 тысяч больных. Наблюдение 3 года продолжалось и сравнивали два антигипертензивных препарата Кандесартан и Амлодипин, то есть Сартан и антагонист кальция. И вы видите, что значимое снижение гипертрофии левого желудочка было получено на Сартанах. Следующее исследование КСМ продемонстрировало уникальные эффекты Кандесартана по снижению риска развития сахарного диабета второго типа. И этот показатель уменьшался на 36%. То есть риск развития сахарного диабета второго типа был ниже группы сравнения Амлодипина. Следующее исследование достаточно известное. Кайкнят, которое продемонстрировало, надо подчеркнуть, что это многоцентровой проспективно, андомизированно открытое исследование, японское исследование, где Кандесартан сравнивали со стандартной терапией не сартаном, и выборка составляла 2000 с лишним больных с ЭБС и артериальной гипертонией, возраст от 56 до 74 лет, длительность наблюдения от 3,5 до 5 лет и первичные и конечные точки оценивались в этом исследовании, как сердечно-сосудистые события, смертность, инфаркт миокарда, ЭБС, в частности ХСН и количество госпитализации. Больные были тщательным образом отобраны, гипертония была у всех больше 140 на 90, ЭБС доказано коронарографическими исследованиями, что имелось в виду поражения коронарных сосудов, и было получено, что вот сердечно-сосудистые осложнения существенно в группах не различались, но если посмотреть в целом, то оказалось, что если Кандесартан соединяли с блокатором дегидроперидиновым амбодипином, то риск сердечно-сосудистых осложнений уменьшался значимо и составлял 33%, а вот уменьшалось еще кроме того, а на одном амбодипинета не было получено, и Кандесартанин нет, вот у них большой синергизм оказался в этом плане. И еще следующий показатель, что впервые, первое развитие сахарного диабета, риск снижения составлял 63%, то есть впервые выявлено сахарный диабет, значимо снижался на этой терапии. То есть, опять же, два фактора, которые ухудшают течение заболевания, это артериальная гипертония, плюс ЭБС и плюс влияние на сердечно-сосудистую систему сахарного диабета, это хорошо контролируется на Кандесартане. Исследование Директ Протект-2, ангиопротективное действие Кандесартана, тоже было доказано у больных с артериальной гипертонией, без артериальной гипертонией, с ретинопотией, но без микроальбуминурии, то есть без поражения почек. Но длительный сахарный диабет уже был от 9 до плюс-минус 5 лет, холестерин был повышен, возраст от 49 до 65 лет, длительное наблюдение тоже, и вот такие макро- и микроваскулярные осложнения, это было конечной точкой этого исследования. И было продемонстрировано, что у пациентов на фоне Кандесартана ангиопротективное действие было отмечено, и относительный риск развития сосудистых осложнений при сахарном диабете составил 15%, а макрососудистых осложнений аж на 16%. Далее, следующее исследование САРО, которое уже проводилось у лиц с артериальной гипертонией и метаболическим синдромом. ОКГ-данам было продемонстрировано, что такие показатели, как Корнельский индекс, Корнельский вольтаж, индекс Соколова-Лайона достоверно уменьшались во всех случаях на приеме Кандесартана. И в целом был сделан вывод в этом исследовании, что Кандесартан уменьшает гипертрофию левого желудочка у пациента с метаболическим синдромом. А известно, что если появляется гипертрофия левого желудочка, риск развития культов в 3 раза, инфарктикарда в 2 раза увеличивается, а ХСН в 4 раза. И вот очень важно было открыто еще следующий момент, что этот Сортан обладает контролем над маркировой воспаления. И вот были получены исследования в течение 12 месяцев. 12 мг в течение 6 месяцев было получено, что улучшались показатели маркировой воспаления, так называемый высокомолекулярный адипонектин. Это вещество, которое является протектором, адаптационный такой белок, который защищает организм от всех повреждений, от воздействий. А вот ингибитор-активатор плазминогена-1 это препарат, который показывает оксидативный стресс и возможность повреждения, и он скоро снижался. Таким образом, вывод в этом исследовании демонстрирует, что Канде Сортан обладает доказанным кардиопротективным эффектом, влияя на показатели неинфекционного воспаления. В целом, в рекомендациях, если вы посмотрите, Канде Сортан контролирует артериальную гипертонию, ИБС, и, конечно, не только приводит к лечению болезн ХСН наряду с Вальсартаном и Лазартаном. Это показания для Сортанов при применении лечения хронической сердечной достаточности. Но вот и те факторы, которые препятствуют развитию ХСН, именно артериальной гипертонии, и ИБС тоже имеют свои доказательства и успешно могут контролироваться. Я заканчиваю свой доклад. Благодарю вас за внимание.